здравствуйте дорогие друзья в эфире передача деловое поколение меня зовут дмитрий сандаков и сегодняшняя тема колесо жизненного баланса друзья давайте разберем с вами очень интересную тему на мой взгляд которая позволяет понимать где ты находишься на сегодняшний день и куда ты двигаешься скажем так в процессе своей жизни это такие опорные точки опорные маяки и это по большому счету колесо который мы сейчас с вами нарисуем да я нарисую какое-то приблизительное колесо а наши телезрители я думаю прямо сейчас можете взять ручку карандаш лист бумаги и рисовать это вместе с нами и так колесо жизненного баланса колесо жизненного баланса жизненного баланса а тема которая мы делим круг на 8 частей и соответственно это каждая из этих частей колеса будет определенной сферой нашей жизни а мы сейчас рассмотрим различные сферы поставим им определенную оценку и поймем с вами на каком этапе вы находитесь в той либо иной сфере своей жизни и соответственно те скажем так действия которое выгодно предпринимать своей жизни для того чтобы исправить текущую ситуацию да я возьму достаточно стандартное колесо впервые с ним я познакомился очень плотно в настольной игре life mentor которую скажем так придумал один хабаровский дизайнер тоже парень который работал скажем так в дизайнерской конторе потом запустил свой свое маленькое дело до свою типографию и вот реализовался в том что придумал настольную игру life mentor наставник жизни которая позволяет взглянуть на свою жизнь со стороны прожить месяц своей жизни и понять куда больше энергии времени ты уделяешь и поэтому мы возьмем достаточно стандартное колесо здесь может быть чуть больше сфер вашей жизни то есть на сегодняшний день ну вы сможете добавить какие-то какие-то исключить какие-то нужно писать свои допустим ну давайте для примера мы возьмем что вот это с поля у нас будет отвечать за карьеру карьер а и здесь мы с вами возьмем за нулевую точку этот центр это ноль это состояние когда вы считаете что данная сфера вашей жизни вообще никак не развита но я сомневаюсь что есть такие люди до которые будут оценивать это в ноль таких низких оценок я ну еще в принципе за всю свою практику проведения вот настольных игр life mentor никогда не видел да но мы говорим что ноль это очень грустная ситуация мы нарисуем очень грустный смайлик эта сфера вообще никак там не реализуется вашей жизни мы скажем что пятерка это состояние знаете такой нормы то есть ну как бы ни рыба ни мясо ни черное не белое не хорошо не плохо просто нормально такой среднячок скажем так ну в принципе устраивает есть люди которых вот состояние нормы в принципе устраивает да я не думаю что наши телезрители и люди которые приходят на наши передачи это не про вас поэтому скорее всего у вас будет раздражать состояние пятерки ну то есть когда это некая стабильность да и все так нормально хочется большего зачастую ну и на скажем так по радиусу колеса на окраине находится десятка это то к чему мы стремимся это скажем так жизнь на максимум это максимум макс но напишем тогда это максимальная к чему мы стремимся понятно что за каждой десяткой будет своя новая десятка но вот в рамках того мышления этого видения в котором мы с вами живем зачастую ну у нас есть определенная скажем так вид горизонт видения до нашего и вот мы представляем его как цифру 10 поэтому ну понятно что все колесо у нас давайте так условно говоря мы разделим вот это будут пятерки середине серединки до нашей и мы просто заштриховываем и определяем с вами те сферы которые мы сейчас напишем на этом колесе баланса и например мы берем ситуацию какого-то человека мы его сейчас представим да некий аватар у которого например с карьеры в принципе ну все нормально работа идет неплохо как бы все нравится потихонечку есть какой-то карьерный рост есть общение есть скажем так и зарплата которая устраивает ну и допустим этот человек ну расценивает свою карьеру например на шестерку да чуть выше нормы на 5 а следующая сфера которую мы затронем пусть будут финансы финансы и в принципе как бы по карьере есть какие-то возможные продвижения но человек говорит что в его скажем жизни финансов привлекается ну допустим не так много да как он бы хотел и это как бы вроде бы нормально но вот есть ощущение что это может быть даже чуть чуть ниже нормой это хорошее состояние когда ты понимаешь что норма она выше а вот те суммы которые генерируются их например недостаточно ну и давайте мы мы возьмем за пример да что человека кота который мы говорим не очень устраивает а сфера жизни как финансы и она у него например на четверку момент следующий пусть будет у нас такая сфера жизни как здоровье и для некоторых людей то есть ну важно понимать что это колесо она достаточно субъективно то есть каждый рисует его по-своему да и если например для кого-то не знаю не иметь вредных привычек и заниматься физкультурой по утрам это норма а то для некоторых людей это может быть уже не знаю на оценки 7 потому что ну человек делает больше чем он как бы ожидал от себя да ну не знаю давайте как как вы как вы считаете какой-то человека со сферы здоровья как у него обстоят дела с этой оценкой среднячок пятерочка то есть не пьет не курит зарядку не делает зарядку не делает иногда когда вспомнит да может быть сделает какое-то там физические упражнения и в принципе да то есть когда уже петух клюнет условно говоря когда ситуация случится до начинает как-то об этом заботиться ну да возможно у него такое отношение к этой сфере своей жизни повседневные дела тоже достаточно не факт что это кстати очень важные повседневные повседневные дела напишем это так например человек ну не знаю считает что у него недостаточно времени на повседневные дела это может быть какие-нибудь не знаю уборка дома там элементарно заправить постель может быть для кого-то да это я смотрю некоторые улыбаются из вас до с утра соскочил и бежал может быть там не знаю поухаживать там за каким-то домашним животным что-то такое да то есть что то что мы делаем с вами повседневно некая рутинность и возможно ну человек тоже не очень в этом преуспевает и где-то ну пусть на оценке 4 это у него будет до момент следующий после повседневных дел давайте определим с вами такую сферу как личностный рост личностный рост но зато этот человек который не успевает с утра заправить кровати не успевает сделать там какие-то многие повседневные дела он очень развивается в личностном росте до посещает все тренинги смотрят в интернете на телеканалах скажем так развивающие телепередачи и у него в принципе но он считает что на семерочку у него вот личностный рост эта сфера жизни у него развита ну и после повседневных дел у некоторых кстати вот бывает так что с развлечениями следующая сфера жизни который мы с вами возьмем это развлечение развлечение бывает так что ну просто у некоторых не хватает времени например на какие-то развлечения ну в силу того что может быть там карьерный рост или там развивается какой-то стартап проект и мы скажем что человек этот почему-то оценивает свои развлечения например на 4 ну то есть он достаточно редко куда-то выходит фильмы проходят все премьеры мимо него а в боулинге уже не помнят как последний раз когда был как держать правильный мяч да не иногда я думаю есть такие люди так как как там какими пальцами нужно взять мяч да то есть ну к примеру как то так на paintball однажды играл где-то на каком-нибудь корпоративе с какими-нибудь друзьями случайно оказался там да то есть поэтому ну возьмем за скажем так за точку от про отправную точку до что с развлечениями у него как-то не очень и например момент семья на семья тоже опять-таки повторюсь что достаточно очень субъективно для кого-то раз в неделю созвониться например со своими родителями или родственниками там позвонить дедушки бабушки да это не знаю достижение да то есть человек говорит вот я раз в неделю созваниваюсь этого достаточно час времени провожу со своей семьей и это хорошо ну понятно что такого человека жена мыслит возможно другими категориями говорит мы видим его только час в этом час в день до всего лишь час а ты говоришь целый час я уделяю семье поэтому понятно что каждый по-своему как-то этот квадран составе да то есть с позиции супруги возможно час времени это четверка с позиции супруга например час времени это шестерка я и так молодец да например до 10 я еще играю с ними на выходных и там один день там в месяц уделяют чисто семье ну у всех разная занятость поэтому каждый оценит это как-то по-своему ну допустим давайте шестерочка у него в принципе хватает времени на семью как он считает да у него все с этим хорошо ну и возможно такое знаете духовное развитие это вот стандартном колесе жизненного баланса присутствует такая графа потому что ну не стоит об этом тоже забывать да как-то человек растет там в духовном плане да возможно религиозный аспект для него важен какие-то традиции какое-то скажем так самореализация я знаю что некоторые ну вот задают этот вопрос о чем личностный рост отличается от духовного развития да но каждый вкладывает в эти по ним понятия свое что-то свое то есть ну здесь мы возьмем сферу духовного развития и человек ну допустим говорит ну да тренинг да английский язык тренинг какой-то рост здесь например да пацан церковь я не знаю медитации да то есть это находится где-то но я думаю все-таки в сфере там духовного развития да больше ну и у этого человека все ок норм с этим то есть он такой говорит что у него все хорошо после того как вы составите и я думаю наши телезрители уже нарисовали свое колесо жизненного баланса вы можете заметить что иногда эта фигура не очень напоминает колесо а то есть ну понятно что на колесе на круглом колесе ехать как бы удобнее легче и комфортнее чем вот на такой фигуре которая у нас получилось да ну что-то вот типа типа такого да даже не надо ям на дороге дата на таком колесе ты будешь ощущать всю скажем так красоту жизни да вот эту тряску эти всплески вот поэтому есть такой момент что выгодно чтобы это колесо приходило в некий баланс то есть приходило в некую норму и как это легче всего делать понятно что времени и энергии у нас это но достаточно такой ограниченный ресурс до в среднестатистическом понимании да поэтому проще всего начать на самом деле с ям ямы это те моменты до которые ну вот провальный в вашей жизни да то есть но которые вы считаете что по каким-то причинам они ниже нормы либо находятся ниже по отношению к остальным сферам вашей жизни поэтому с ям начать легче почему потому что но вот какие-то минимальные действия на самом деле в яме они начинают двигать колесо вашего жизненного баланса уже в сторону увеличения ну например давайте возьмем сферу развлечения да и если говорить что вот человек там забыл что такое кино а кино в его жизни это например ну достаточно такой развлекательный процесс сейчас кстати очень модный квесты до квест-румы в которые но вот я на самом деле недавно посетил квест и понял что ну фильмы отдыхают на самом деле потому что там ты пришел посидел два часа что-то посмотрел не так интересно когда ты сам участвуешь в фильме по большому счету да то есть когда ты сам такой в в неком сценарии ты его живешь поэтому например здесь человека решает в своем ежедневнике в своем графике жизни в своем тайм-менеджменте прописывать что периодически выгодно скажем так посещать ну какие-то например либо квесты либо кино и он говорит вот если я раз в месяц буду ходить в квест помимо того что я вот ну обычно делал какие-то развлечения все-таки в моей жизни были иногда я после там работы и деятельности приходил смотрел сериальчики кино как-то развлекался то вот например квест-рум для меня это будет ну прорыв на 5 то есть и когда он себе ставит эту цель то есть по большому счету как это выгодно прописывать да на отдельном листочке вы пишите например сфера развлечения текущее состояние которое есть эта четверка цель за месяц вывести это например на уровень нормы на пятерку и те действия которые необходимо делать это например раз в неделю не знаю квест либо кино на квест либо кино а это будет некое напоминание того что чтобы исправить эту сферу жизни человеку выгодно совершить какие-то вот действия и когда это колесо висит у вас на видном месте например где-нибудь там где ну около кровати в спальне до либо там на холодильнике там или были еще до в места которые мы часто посещаем дома она периодически напоминает вам о том что вот сейчас ваш уровень такой и вы хотели бы его исправить и когда вы планируете его исправить вы помните те действия которые вы хотели предпринять по отношению к этому и соответственно скажем так это знаете вот у меня есть такой момент ставить галочки мне очень нравится ставить галочки своей жизни если я что-то планирую я вот записываю прям в ежедневнике да сейчас это очень модно гаджеты вот там iphone samsung и какие-то синхронизация своих календарей там с компьютером но вот никто не отменял тот момент что когда ты записываешь это в блокноте и цель поставить галочку это очень мотивирует на самом деле недавно мне стало за 30 поэтому вот тема тема с галочкой да вот я думаю мы друг друга поняли да тема с галочками она очень ну такая прикольная когда ты так не знаю там вечером в тени дня открываешь и смотришь от прям хочется поставить эту галочку и даже если иногда лень например в сфере здоровья у тебя там стоит не знаю сделать гимнастику а утром ты ее там по каким-то причинам пропустил но есть какие-то например еще дополнительные действия касаемо здоровья там не знаю обливание контрастной души да что такое то очень хочется это сделать причем мотивация появляется из-за того что просто ты поставишь галочку в этот момент да как вот пунктик до пунктик такое ощущение вот как пунктик вот буб галочка все как бы ты молодец и это такое как с перис скажем так также является еще и дневником успеха в какой-то мере то есть когда ты сам себя грубо говоря хвалишь а это выгодно делать периодически ввести это в привычку то есть ну говорить о том что ты молодец ты молодец что ты сделал определенные действия ну и например по развлечениям мы сказали что вот чтобы с 4 с 4 на 5 вырасти достаточно там не знаю как-то развлекаться например в повседневных делах достаточно просто не знаю чтобы с четырех на пятерку выйти это заправлять постель ну как вариант минимум да и вовремя выносить мусор к примеру и в финансах и или там в духовном развитии мы тоже поставили себе какие-нибудь цели например не знаю в духовном развитии и вот связи с тем что скоро у нас там какой-нибудь праздник да у нас сейчас намечается то есть вы посетите там не знаю службу молебен что-то такое поучаствуйте в этом и для вас это будет на какой-то рост то есть вот если говорить я периодически not заходишь там в доцан там в церковь не суть важно да то есть не придерживаясь какой-то определенной религиозной конфессии но вот иногда такие моменты вот эта тишина внутри она посещает в таких местах ну и например финансах так как здесь было 4 чтобы нам выйти на уровень 5 ты начинаешь мыслить как же сделать так чтобы в твою жизнь генерировалась больше денег да здесь может быть какая-то дополнительная занятость возможно ты начинаешь думать о каком-то собственном бизнесе о собственном деле может быть уже карьера ну не станет там на первое место и так далее да то есть опять-таки какие-то действия предпринимать по отношению к тому чтобы исправить это колесо чтобы сделать его пул по итогу круглым и вот это ощущение баланса она ну дает скажем так энергию до когда это когда наше колесо наполняется хочется развивать его дальше почему я сказал что выгодно начинать с ям потому что если мы начинаем с каких-то сложных сфер ну которые уже у нас хороши не всегда видно а как сделать лучше да есть люди у которых этот вопрос постоянно в голове а как это сделать лучше да но немногие будут изначально видеть почему потому что вот эти сферы они будут отнимать внимание и энергию по большому счету потому что они в просадке а если вы их зафиксировали на этом колесе они для вас важны и и в чем магия и волшебство этого скажем так действия когда вы делаете это периодически ну хотя бы раз в месяц хотя бы раз в месяц вы видите динамику изменений то есть вы видите что произошло по истечению месяца вы видите насколько вы красавчик не постесняясь этого слова да то есть насколько вы молодец насколько вы продвинулись в совершенствовании собственной жизни и вот ну если у вас есть такая практика или вы делаете это действительно в вот в конце года сейчас до в декабре месяце например подводите итоги когда у вас есть 12 таких колес в вашей вашей жизни вы понимаете как ваша жизнь развивалась а то есть и вот отправная . было например никогда не поздно начать сегодня у нас там не важно какой месяц январь февраль март неважно не надо ждать следующего года чтобы со следующего января начать это колесо прямо сегодня садитесь и делайте это колесо не надо ждать первого числа месяца да то есть просто зарисовывать и его планируйте те дела которые вы хотели бы исправить эти сферы жизни которые вы хотели бы улучшить и соответственно в следующий месяц вы начинаете фиксацию да то есть понимать что изменилось а Ну и понятно, что здесь, когда вы будете продвигаться ближе к десятке, десятка снова будет отодвигаться дальше, потому что горизонты ваши будут расширяться. Вот, подобный процесс, вот очень быстро эту динамику можно отследить в игре Life Mentor, и я приглашаю вас на эту игру. В группе Денежный поток я анонсирую, я провожу эти игры, поэтому за три часа вы сможете прожить порядка месяца, понять в какие сферы жизни вы уделяете энергии и времени больше, вживую увидеть это со стороны и систематизировать свою жизнь. Поэтому найдите нас, найдите меня, Дмитрий Сандаков в ВКонтакте, в социальных сетях, в любых, найдите нашу группу и запишитесь на ближайшую игру уже сегодня. Ну, а сейчас хотелось бы поговорить о том, какие сферы жизни важны в вашей жизни и, соответственно, как бы вы исправляли их, да, и как бы, на какой оценке, может быть, сейчас, и какие действия вы предпринимали бы для того, чтобы их исправить. Ну, давайте, ребят, представься. Меня зовут Эдуард, и я представляю стремительно растущий сектор бизнеса, это интернет-коммерция. Глядя вот на жизненное колесо, жизненного баланса, я вот представил свое колесо и представил то, что, ну, действительно, есть просадки, и как я их поправляю в своей жизни. Я просто навожу туда фокус, и она начинает расти, как бы, расти за счет чего? За счет дополнительного времени, которое оно отнимается, скорее всего, от ненужных там вредных привычек, каких-то там бесполезных занятий в пользу, вот, допустим, чего-то нужного, да. Тем самым я выправляю свое колесо. Ну, и жизнь такова, действительно, если вот есть какие-то просадки, то рано или поздно они дают о себе знать, и я считаю это вот правильно. А какие сферы ты, допустим, заметил, ну, вот, что вот у тебя находится в просадке, и какие действия ты хотел бы предпринять, чтобы их исправить? Так, ну, вот, допустим, личный сны рост, почему я вот занимаюсь личным сны ростом, мне не хватало просто информации, каких-то инструментов старых, чтобы просто начать жизнь свою по-новому, как-то зарабатывать другие деньги, да, больше, допустим, надо обладать какими-то другими инструментами, непосредственно вот это вот. И сработать над своим мышлением. Спорт, всегда личная жизнь, все-все-все, это у меня было всегда в норме, а остальное действительно надо подтянуть. В норме ли? Или чуть выше нормы? Это хороший вопрос. Ну, это все мое субъективное мнение, конечно же, так. Хорошо, спасибо тебе за мнение, спасибо, спасибо, Девард. Есть еще какие-то? Меня зовут Владислав, фотостудия «Сказка». Что могу сказать о колесе жизненного баланса? Как бы действительно есть просадки, я думаю, что они у всех есть и всегда будут, потому что мы растем, мы развиваемся, и какие моменты, где мне можно было потянуть, да, какое, я думаю, что это финансовая часть, потому что, ну, постоянно какая-то потребность, и заработать больше, вот, и, ну, что могу сказать о здоровье, о спорте? Вечная сфера, которая требует внимания, да, 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 неустанно следить за ней, да? Да, 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 это точно. Ну, а что могу сказать о здоровье? Ну, здоровье, со здоровьем все хорошо, занимаюсь спортом, да, и, ну, как бы проблем никогда не было всегда. Вот насчет духовного развития, вот, может быть, да, надо маленько подтянуть, потому что порой не хватает каких-то моментов, вот. Верно, ты заметил, Владислав, что, скажем так, это колесо, оно видоизменяется, да, постоянно, скажем так, находится в декой динамике, и, да, есть сферы, в которые нужно, как сказал Эдуард, просто начать фокусироваться на них, и оно начнет исправляться, оно начнет становиться лучше. Поэтому, друзья, вот таким инструментом хотелось поделиться с вами сегодня. Я думаю, наши телезрители извлекли определенную пользу и урок из того, что мы сегодня с вами здесь разобрали. Еще раз напомню, колесо жизненного баланса очень эффективно отслеживается за настольной игрой Life Mentor, поэтому поучаствуйте в ближайшие обязательно. Я напомню вам, подписывайтесь на все наши каналы в YouTube, в социальных сетях, ставьте свои лайки, комментируйте, потому что для нас это очень важно для того, чтобы мы могли следующие передачи делать еще лучше и быть для вас еще более эффективными. С вами был Дмитрий Сандаков, передача «Деловое поколение». Спасибо вам за внимание.